Дорогие подписчики и гости моего канала, я вновь вас рада приветствовать. А для тех, кто впервые на канале, меня зовут Татьяна Гелакси, и я доктор наук интегративной медицины США. Друзья мои, сегодня я решила ответить на наиболее часто задаваемый вопрос, как вами, так и моими клиентами, пациентами, друзьями, знакомыми. И вопрос звучит так. Почему я не усваиваю витамины и минералы? Почему я не усваиваю то, что я пью? Почему мне ничего не помогает? Вроде бы я так много пью, но не чувствую абсолютно никакой разницы. У меня такая же усталость, у меня также все болит, у меня также нет мотивации и так далее. Друзья мои, я решила ответить на этот вопрос, потому что действительно я слышу его практически каждый день. И теперь, кто меня будет спрашивать, я буду посылать это видео. Итак, давайте мы рассмотрим две проблемы, по которой человек не может усваивать витамины и минералы. И сейчас я буду называть витамины и минералы не одним словом БАДы, но туда также будут входить и ферменты, то есть энзимы, и аминокислоты, и все ваши нейротрансмиттеры, гормональные терапии и прочее, прочее, прочее. То есть все, что мы относим к миру натуральной медицины. И да, гормоны, это многие гормоны, также натуральная медицина. Итак, друзья мои, на первое место я, конечно, всегда обращаю внимание на то, какого качества свои БАДы вы покупаете. Вы можете покупать все, что угодно. Вы можете покупать в одной бутылке, там будет 127 наименований, но это не значит, что вы что-то хорошее принимаете. Когда-нибудь я вас научу, как это читать, конечно, просто на это уходит очень много времени у меня. И вот у меня сейчас просто есть время между своими пациентами, я решила сесть и поговорить с вами. И вы должны знать, хорошее ли качество у вашего БАДа. Это просто крушел, это обязательно вам нужно знать. Потому что вы можете, во-первых, это на первом месте. На второе место я бы поставила, когда вы пьете, с чем вы принимаете. Потому что есть водорастворимые витамины, есть жирорастворимые витамины, есть те, которые нужно пить только вечером, они усваиваются, есть те, которые между едой или на голодный желудок с утра. То есть есть очень-очень много тонкостей и очень много факторов, на которые вы должны обратить внимание. И, к сожалению, об этих факторах не написано ни на одной бутылочке. Потому как это вообще-то запрещено писать, потому что специалист, все витамины, они должны также распространяться, в принципе, через специалисты. И специалист должен знать, одному дать это на голодный желудок с утра. А если у человека какая-то проблема, скажем, с желудочно-кишечным трактом, то это уже он не с утра должен принимать, а, скажем, с едой и с какой едой и когда, понимаете. То есть поэтому на бутылках это не указано. Но я хочу вам сказать, что очень большое значение вы должны уделять тому, какого качества и что вы принимаете. Если вы те, которые покупаете с iHerb, можете просмотреть мое видео. Я много давала своих рекомендаций по компаниям с iHerb. Так что, если хотите, можете следовать моим рекомендациям. Видео я оставлю ссылочку под этим видео, чтобы вы сразу перешли, если хотите, конечно. Теперь мы перейдем к одной из главных проблем, конечно. Какое состояние нашего организма мешает нам усвоить те или иные БАДы, скажем так, да, формулы или БАДы. Очень часто люди не знают. Они просто покупаются на то, что, ой, мне хорошо, я чувствую себя хорошо, мне ничего не нужно. И очень часто люди даже не понимают, что происходит в организме и почему их организм не усваивает что-то. Вы понимаете, мы все чувствуем себя до определенного момента в жизни хорошо. Если мы покупаемся на это, то в конечном какой-то момент, понимаете, и ничего при этом не делая. То есть вот сегодня хорошо, завтра хорошо. Многие говорят, я ничего не принимаю, все нормально. Все время, каждый день в нашей жизни мы должны делать prevention, превентативная медицина. Понимаете, это самая правильная медицина. Это та медицина, когда вы сегодня чуть-чуть что-то для себя сделали, завтра чуть-чуть. Но вы должны точно знать, что тот салат, который вы едите, это настоящий, это хороший салат. Я уже об этом много раз говорила. Вы должны проверять те семена, которые вы покупаете. Сейчас очень много семян генетически модифицированные. И вы должны каждый день свой организм как бы подмазывать чем-то, понимаете. Вот как бы что-то делать ему такое, чтобы ему было по душе. И каждому органу, чтобы было по душе. Это очень важно. Потому что иногда смотришь, человек бегает, бегает, все нормально, ничего не принимает. И вдруг раз у него тот же самый инсульт или инфаркт. Потому что человек просто не слышит себя. И давайте сегодня я пройдусь с вами по некоторым проблемам, которые вы даже не доказываетесь. Как они могут повлиять на усвоение ваших БАДов. Или всего того хорошего, что вы думаете, что вы употребляете со своей еды. Итак, значит, мигрень. Если у человека есть мигрень, это очень большой стресс на клетке организма. И пока организм в стрессе, вы должны знать, что он абсолютно не усваивает никаких нутриентов. Так что мигрень, это migraine, это очень большой стресс нашего организма. Проблемы с желчным пузырем. Это gallbladder problems. И так, проблема с желчным пузырем, это может быть дискинезия желчевыводящих путей. Это также могут быть какие-то полипы. Очень много камней бывает в желчевыводящих путях, именно вот в этих протоках. И люди сразу идут, и как доктора говорят, сразу тебе нужно убирать желчный пузырь. Ни в коем случае, у меня есть, у меня множество, множество людей, которые приносят мне свои камни желчного пузыря, потому как они дома делают вот эту вот чистку. И, конечно, чистка бывает под моим наблюдением. Никто сам не делает, я ими руковожу, я говорю, как делать и что делать. И в этот момент люди, когда делают эту чистку, если им плохо, то они все это делают, естественно, под моим наблюдением. Я сейчас вам не говорю, чтобы вы сами стали делать чистку, и ту чистку, которую вы найдете на интернете. Чистку нужно делать классическую, ну и так далее. Сейчас мы говорим не об этом, мы говорим о том, какие проблемы препятствуют тому, что мы усваиваем. Так, колиты, колитоз, очень часто большие проблемы. Люди, колитоз, это разные колиты бывают, разные этиологии колиты бывают, и люди могут кушать фрукты, люди могут кушать что-то молочное, люди могут, я не знаю, что-то, что-то поесть, и они сразу начинают спухать, они сразу начинаются, у них такие рези. То есть, вот, люди с колитами, они очень плохо усваивают витамины, минералы, ну, БАДы. Дальше, гастриты, гастритоз. Гастриты бывают как с повышенной кислотностью, так и с пониженной кислотностью. Но мы сейчас вернемся к этому вопросу по поводу повышенной кислотности. В основном все гастриты, и они и образовываются в организме, то есть, как бы, начинаются, стартуют с того момента, когда у нас в организме недостаточно кислоты. Вернее, когда у нас в желудке недостаточно кислоты. Дальше. Гипертириоз. Это хайпертайроид. Очень быстро работает пищеварительная система, и у людей не бывает достаточное количество времени для того, чтобы вся еда усвоилась. И поэтому, поэтому нужно с гипертириозом, конечно, быть очень, это а то иммунные заболевания. И очень часто мне, вы знаете, люди пишут, да, у меня там гипертириоз или гипотириоз, и я ничего не принимаю. Друзья мои, вы шутите, вы просто шутите со своим организмом, вы издеваетесь над ним, вы должны что-то принимать. И вначале вы можете принимать, да, вначале вы должны принимать какое-то лекарство, а потом можно что-то добавлять натуральное. Знаете, только чтобы это натуральное не подавляло ваше лекарство. И, ну, об этом тоже, это ваш доктор должен говорить. Вы мне, пожалуйста, не пишите, а все там, очень часто вы мне перечисляете название своих лекарств, которые вы пьете. У меня сейчас, у меня просто нету на это времени. Если хотите личные консультации, пожалуйста, я все проверю, сделаю свою домашнюю работу, и вам все выдам по, как нужно. Но так просто, не пишите то, что вы потребляете, и нужно ли вам потреблять. Я вас не знаю просто. Дальше. Все послеоперационные стрессы. Дорогие мои, после операции организму нужно достаточное количество времени для того, чтобы вывести этот стресс из памяти клеток вашего организма. Иногда на это уходят годы. Так что, если вам не нужно делать какую-то операцию, то есть, если это не жизненно важная операция, пожалуйста, я не знаю, я просто призываю всегда людей к тому, что подумайте, а нужно ли вам вообще резаться, нужно ли это. Вы знаете, еще в прошлом году, те, кто следит за моим каналом, мои подписчики, они видели, когда я была, когда я говорила о том, что я была вот как бы в аварии, и теперь уже выяснилось, с какого характера это была авария. Вот. И мне доктора, и ни один доктор мне сказал, что ты не сможешь ни писать, ты не сможешь ни ручку держать, ты не сможешь ни ложку держать, ни ножек, ничего держать в руках, потому что у меня очень сильно была damage моя рука, понимаете. Но вот на сегодняшний день я вам хочу сказать, я никакие операции не делала, я сказала, вы оставьте свои вот эти вот predictions, все вот эти вот пророческие высказывания себе, потому как я сама прекрасно чувствую свой организм, и я знаю, как организм состоит, из чего он состоит, и когда он, а что вырабатывается в организме, и что еще нужно принимать для того, чтобы помочь своему организму. В общем, короче говоря, и все, и пишу, и играю, и все, что мне нужно, я делаю, как бы и нож, и вилку держу, и ничего у меня, слава богу, не падает, потому что очень часто доктора пугают этими операциями, и говорят, что просто это необходимо, но на самом деле вы должны подумать, есть ли в этом необходимость или нет. Еще раз, сотый раз хочу сказать, женщины, подумайте, нужна ли вам пластическая операция, делаете ли вы это для себя, и насколько вам это важно, и почему вы это делаете, если вы это делаете для себя лично. Потому что каждый вот этот invasive cut, понимаете, то, что вот вы режете свои мышцы, свои сухожилия, свои вот эти мягкую ткань, каждый раз вы наносите организму очень большой стресс, более того, вы подвергаете себя, каждый раз вы укорачиваете этим свою жизнь. Будьте очень с этим осторожны, нет необходимости, не надо это делать. Я категорически против этого, я категорически против пластических операций, и, ну, об этом я уже много говорила. Дальше. It's post-operative stresses or post-surgical stresses, это так называется. Дальше. Это потеря зубов или плохо зафиксированные протезы, да. Это бывает, значит, loose teeth or like loose dentures, да, or wiggled dentures also называется так. Значит, в этом случае люди просто не могут пережевывать пищу, как её нужно превращать, её, скажем, до состояния определённого. Я уже не говорю, что мы должны всю пищу нашу пить, а всю твёрдую пищу пить, а жидкую пищу есть. Сейчас этим никто заниматься не будет, и у нас просто нет времени на то, чтобы жевать так долго. Но, во всяком случае, когда нет недостаток, ну, нету, есть проблемы с зубами, обязательно идите и в первую очередь тратьте деньги на свои зубы. Вот. Дальше. Сердечные заболевания. Сердечные заболевания, конечно, это cardiovascular diseases, и, как ни странно, они также влияют на усвоение минералов и витаминов. Почему? Потому что даже те лекарства, которые вам прописывает ваш кардиолог, зачастую эти лекарства вы должны пить до конца своей жизни, как они это утверждают, и эти все лекарства, они убивают, они поглощают, они ингибируют ваши минералы и витамины. То есть вы должны обязательно спрашивать, или даже сами вы можете делать свои ресерчи, и чтобы смотреть, что вы теряете, когда вы что-то принимаете. Дальше. Дальше у нас беременность. Беременность – это у нас pregnancy, и многие женщины во время беременности не переносят множество запахов, это понятно, не хотят есть ту или иную пищу, или у них какой-то craving бывает, что они вот именно только засядут на одну пищу и хотят это есть. Но очень также часто я слышу это постоянно, что будущие мамы не хотят что-то потреблять, потому что понимают, что они потом могут располнять. И, к сожалению, да, они рожают здорового ребенка, который через 5 лет бывает полностью depleted, и на это тоже нужно обратить внимание. Но во время беременности нужно отбросить абсолютно все догмы, кто что сказал, кто что хочет, чтобы я какого там, я не знаю, какая модель была. Во время беременности вы должны слушать абсолютно свое тело и давать ребенку своему то, что вам хочется, а не то, от чего вы поправитесь или похудеете, или где сколько калорий. Во время беременности нужно, конечно, я вам не говорю, чтобы вы сейчас стали вот просто такие абисс, да, как большие и полные, нет. Но во всяком случае отказываться от того, к чему лежит ваша душа, это просто самый большой грех, я бы сказала, для ребенка, если уж не для вас самих. Дальше, диарея. Диарея – это диарея, и точно так же это or loose stool, так тоже он называется на английском. Сами понимаете, что если вы часто бегаете в туалет по-большому, то это выводит все полезное и, к счастью, неполезное тоже с организма. Так что я сейчас не говорю о том, чтобы вы стали принимать какие-то там лекарства, чтобы закрепить ваш желудочно-кишечный тракт, нет. Но если это диарея, скажем, я не знаю, раз в 8-10 дней, и вообще, если вы смотрите, смотрите, по какой причине у вас бывает вот эта вот диарея. Она также вымывает все, в основном она вымывает минералы, чтобы вы знали. Потому что витамины, они в большей части, они выходят из нашей, когда мы, значит, бегаем в туалет, когда у нас почки работают, то есть когда мы по-маленькому идем в туалет, а вот когда уже диарея, когда по-большому, то у нас уже в основном это выходит очень много минералов. Теперь нехватка желудочного сока, соляной кислоты. Друзья мои, я не буду повторяться и говорить очень много раз, и не подумайте, что я делаю никакую рекламу. Мне абсолютно эта реклама не нужна. Но я вам хочу сказать, нехватка желудочного сока, она практически сейчас у 99% населения земного шара. Это проблема. Проблема с витамином D3 есть, проблема с витамином K2M, K7 есть. Вы должны понимать, о чем я говорю. Я уже делала видео по поводу пищевой соды, я даже об этом повторяться не хочу. Если вам нужно пропивать пищевую соду, можно там один раз, я не знаю, как можно ощелочить свой желудок и потом что-то съесть и говорить, что мне стало от этого лучше. Вам, ну может быть, может быть 1% от этого просто кто во что верит, понимаете. Я вам хочу сказать и сделать большой акцент на соляной кислоте. Всем нам нужна соляная кислота. Как на английском это звучит? Это звучит Hydrochloric Acid. Я сейчас вам покажу вот этот вот Hydrochloric Acid. Это мой самый первый продукт был, который я ввела в свое... Я не ввела, я креатор, то есть у меня своя линия своих препаратов. И вот этот продукт, он у меня везде. Когда я путешествую, когда я на работе, когда я дома, у меня везде стоит по банке. Потому что я очень часто могу забыть по пыхах. Он у меня везде. Я, конечно, он у меня не такой, как вот многие люди покупают. Там где-то на сайтах он у меня очень, очень, очень... Я должна хвалить, да, я должна хвалить, потому что я в эти продукты вкладываю, вкладывала практически полжизни уже. И я уже говорила о том, как этот процесс происходит. Так что эта вещь, без этой вещи, без соляной кислоты, мы не усваиваем никакой белок. Более того, без соляной кислоты, да, у нас будут седые волосы. Да, они будут. Они будут идти, они будут... Без соляной кислоты мы ничего не усваиваем. Вы должны знать, что желудок – это очень сильно закислованная среда. И поэтому я категорически против употребления пищевой соды, если у вас нету... Если у вас нету... Если вы не закислован уже, как бы, до такой степени, вот это ацидосис называется, я вам хочу сказать, что если человек закислован, его очень легко вывести из этого положения. Но если у человека... Человек защелачен... Alkaline, да, too much alkalinity, то это очень опасно. С этой ситуацией у человека, я не знаю, только один путь, понимаете? Туда, наверное, туда. Потому что вы должны знать, что... Это также... Вот знаете, что? Вот куда бы вы ни шли, вы идёте в ресторан, вы идёте... Я не знаю, вы едите дома. Вы очень часто думаете, что у вас, может быть, там, могут быть паразиты. Паразиты бывают потому, что нехватка вот этой вот кислоты. Потому что если у вас достаточно кислоты в желудке, то ваши паразиты, они не смогут, они погибнут там. Они сразу, как вот вы поели... Поели какие-нибудь суши, это же сырая рыба. Вы поели какие-нибудь суши, и, пожалуйста, всё уже. Это убило, и всё. Так что, поэтому это очень-очень важно. У вас ничего без этой кислоты не усвоится. Ни минерала, ни витамина. Я уже не говорю о ваших белках и чего-то другого. Итак, это lack of hydrochloric acid на английском звучит. Дальше. Нехватка желчи и пепсина. Опять-таки, это же самое hydrochloric acid. В ней достаточно пепсина. Но у меня здесь, помимо пепсина, ещё, конечно, есть. И нехватка желчи. Что будет гнать вашу желчь? Это тоже будет гнать вашу желчь. Очень часто Oxbile – это желчь, бычья желчь. Она тоже гонит. Но я вам хочу сказать, результаты после бычьей желчи – это и этого, это как 1 к 100. Это вы слышите, как ваш желудок уже сразу начинает работать, ваши кишки уже там начинают. Как бы двигаться. И, кстати, это очень здорово помогает при запорах. Дальше. Дальше у нас идёт потеяние тела. Вы должны помнить, что когда вы потеете, с вашим потом выходят все водорастворимые витамины. Все витамины группы В. Витамин С. Витамин H. Витамин H – это наш витамин В7. И это наш биотин. Очень многие люди. Вы даже не представляете, какое количество запросов я слышу практически, я не знаю, 3-4 раза в неделю, есть ли у вас биотин. У меня-то биотин, конечно, есть. Но люди должны понять, что биотин, он очень важен нашему организму. Прежде чем вы думаете, что биотин остановит выпадение ваших волос, вы должны понять, что биотин помогает усвоению жиров и аминокислот. А также биотин действует на ваши углеводы и перерабатывает ваши углеводы в энергию, в глюкозу, что нам нужно для нашей энергии. То есть вот если у нас нехватка этого биотина в организме, то у нас не может быть, в принципе, и достаточно энергии, чтобы мы её вот за день как бы использовали. Понимаете? Биотин – это очень важно. А биотин также – это витамин В7, это тоже группа витаминов В. И опять-таки, как она может, как вот это влияет на то, чтобы вот, ну, волосы наши не падали, да, чтобы мы не теряли волосы. Биотин имеет такую возможность, задерживает, он не директно, но он косвенно помогает тому, что он задерживает белок в организме, так как все аминные кислоты – это строительный материал для нашего организма. А что у нас помогает усвоение вот этого строительного белка? Это аминные кислоты. То есть тут всё, всё одна, понимаете, одна цепочка. И опять-таки, что нам нужно иметь в организме, чтобы вот этот биотин у нас усваивался? Опять-таки, нужна вот эта хайдроклорик кислота. Так что, куда вы ни, куда вы ни, сейчас не повернитесь, нехватка кислоты. Я вам, кстати, хочу сказать, какой тест нужно делать, чтобы проверить себя на вот, на хайдроклорик асет в организме. Очень многие делают эндоскопию, да, эндоскопию, вот этот тест, да. Не колоноскопию, а эндоскопию, вот. Эндоскопию, если вы попросите вашего гастроэнтеролога, он может проверить вам вот это. Ну и ещё также у нас есть такой тест, который я считаю очень-очень хороший, но он очень север, он очень болезненный. Это когда на ниточке, я забыла, как он называется, но я, очень часто его люди делают, на ниточке спускается такая вот капсула, прямо вот сюда по пищеводу, и пока она доходит, несколько часов проходит. Человек там должен пить определённую жидкость, это, конечно, очень болезненный тест, но он более очень точно показывает, что происходит, какая обстановка, я бы сказала, у нас в желудке. Так что вот это хайдрохлорик асид, соляная кислота, она просто crucial для нашего организма, она обязана у нас быть в достаточном количестве. Люди, которые пьют, люди, которые думают, что у них повышенная кислотность, на самом деле она не повышенная кислотность, она пониженная. Те, кто думают, что у них повышенная кислотность, что нужно сделать? Вот нужно закрыть привратник, он находится вот здесь у нас, и вы можете пойти к своему кайропрактору, и кайропрактор будет знать, как закрыть этот привратник, и ещё он вам покажет, как его закрывать. Это когда этот привратник, пайлорис называется, он открывается, и оттуда вот уже вся еда, она идёт у нас обратно в пищевод, и поэтому бывает вот изжога. А почему она идёт, эта еда, обратно в пищевод? Да потому что она не переваривается, потому что там недостаточно вот этой хайдрохлорик кислоты. Дальше, идёмте дальше, гематомы, ожоги, простуды, сильнейшие стрессоры на клетке организма. Дальше, паразиты желудочно-кишечного тракта, они поедают абсолютно всё. Будете принимать вот это вот, у вас не будет паразитов, просто у вас не будет, просто они не смогут выжить в этой обстановке там, понимаете? Так что они, они вас покинут. А вот, дальше, дальше, дальше. Во всяком случае, 90% паразитов, которые существуют на белом свете, в человеке, живущие в человеке, они вас покинут. Дальше, это Parasites of Gastrointestinal Tract называется. Дальше, Burns Cold and Hematomas, это гематомы, ожоги и простуды. Дальше, чрезмерно активная работа почек, это overactive kidneys, и, конечно, с частым мочеспусканием мы теряем очень много нутриентов. И вообще, посмотрите, если вы принимаете, скажем, витамины группы В, то есть вы идёте, и у вас там, вы идёте в туалет по-маленькому, если всё там жёлтое, это, в принципе, конечно, хорошо, это правильно, потому что люди принимают витамины В и говорят, ой, что-то там с мочой случилось. Вот ничего не случилось, это значит, что почки хорошо работают. Но я вам хочу сказать, если это случилось сразу, в течение двух часов после того, как вы приняли свои витамины группы В, и сразу пошли в туалет, и у вас уже сразу моча вот такого неонного красивого жёлтого цвета, это значит, что ваши почки чрезмерно активны, и это хорошо, когда происходит, скажем, то, что нужно усвоилось в организме, а потом уже, скажем, через, ну, часа 4-5 уже, если это там в туалете вы увидите, то это нормально. То есть вы сразу побежали, и там всё жёлтое, то это, конечно, чрезмерно активные почки. Дальше. Старение организма. Когда мы стареем, у нас бывает плохое усвоение пищи, и опять-таки, практически, я не видела ещё в своём опыте человека, у которого пожилого человек, и очень многому, от 28 лет уже вот эта кислота теряется в организме. То же самое, это, если у человека достаточно этой кислоты, то старение, конечно, даже старение наступает намного, замедляется. Старение – это у нас сенилати. Дальше сенилати. Чрезмерные физические нагрузки, да, ну, это физикал эксосайз, это, и что можно отнести, также к патоотделению. То есть каждый человек должен знать, какую зарядку ему делать. Я иногда смотрю, женщины просто не понимают, что им делать. Мужчины начинают вдруг худеть, красиветь, не с того, а потом приходят, и вот сразу бегут к этому остеопату, что у них там и колени, и вывихи коленей, и суставы выходят. Конечно, так будет, потому что вы должны знать, как заниматься спортом. Если вы начали заниматься спортом или занимаетесь спортом уже с молодостью и ничего при этом не делаете, не снабжаете вашу межкостную жидкость, никакими правильными БАДами, конечно, так будет. Но и вот эти чрезмерные физические нагрузки, они также относятся к патоотделению, и они все, конечно, вымывают также в основном водорастворимые минералы. Дальше, инфекционные заболевания, это infectious diseases, это любая инфекция препятствует усвоению нутриентов. Курение, smoking, уничтожает витамин С. Аспирин, уничтожает, прием аспирина уничтожает витамин С, это aspirin. Алкоголь, так и есть, алкогол, уничтожает всю группу витаминов В. Дальше, если еда лежит под ламповым светом, вот эти дневной свет, ну вообще про дневной свет лучше можно поговорить, он, конечно, очень опасен, когда мы сидим. Я даже вот когда в клинике своей сижу, я его не включаю, потому как в одной комнате у меня дневной свет, вот как бы, ну, waking room, да, где люди как бы ждут. В остальных комнатах я отказалась от этого света, потому что этот свет, во-первых, он очень сильную аномию вызывает у людей, он красный кровяный тельца убивает, и то же самое он делает в продуктах питания. Он уничтожает витамин В2. А В2 это рибофлавин, это то, что очень нужно, особенно для наших глаз, вообще для всего организма это нужно, но особенно для глаз. Я это хорошо еще с детства помню, потому что у моей бабушки была глоукома, и она постоянно вот этот рибофлавин капала в глаза, и это очень-очень важный витамин В2. Дальше. И вот дневной свет, если вы держите свою еду вот под этим светом ламповым, всякие фрукты, овощи, конечно, это все убьет витамин В2. Дальше. Это Daylight, называется Daylight Lamps. И сейчас у нас еще это называется LED Lamps также. Дальше. Чрезмерное потребление жидкости. Да. Ну, уничтожает витамины группы В, и, как я уже говорила, путем того, что вы очень часто бегаете по-маленькому. Дальше. Just drinking too much liquids. Так звучит. Дальше. Хранение продуктов на воздухе. Опять-таки, уничтожаетесь. Здесь вы просто держите продукты на воздухе. Многие продукты, очень многие продукты, очень многие зеленые, листовые нельзя держать на воздухе. И фалаты убиваются. И уничтожаются во многих продуктах витамин А и витамин С. Так что, если есть возможность не держать их под солнцем, то, конечно, лучше их просто держать в темном месте. Дальше. Антибиотики. Они абсолютно нарушают кишечную флору и самопроизводство витамина группы В. Потому что витамины группы В, наш организм имеет возможность их воспроизводить. Но антибиотики, опять-таки, я хочу сказать, если уж, конечно, есть необходимость, вопрос жизни и смерти, обязательно нужно пить. Но, а если есть возможность чем-то натуральным это заменить, то, конечно, лучше от антибиотиков отказаться, потому что после них идёт вот этот дисбиоз, дисбактериоз по-русски, дисбиоз на английском, дисбиоз, и начинается вот это overactive candida albicans и большое количество показателей candida albicans и так далее. Дальше. Антоциды. Вот, опять-таки, возвращаемся к тому, что очень часто люди думают, что у них повышенная кислотность. На самом деле она не повышенная, а пониженная. Доктора дают антоциды, или вы сами идёте в магазине и покупаете вот это antacid, да, они так и называются, antacid, и вы ничего, кроме как разрушение витаминов группы В, и то, что вы задерживаете пищеварение белка и минералов, потому что если вот этого не будет, а antacid вы убьёте вот эту вот кислоту, которой и так у вас нет, то это всё просто разрушится, понимаете, отсюда и очень много проблем. Дальше. Любой стресс уничтожает витамин группы, витамин С, не группы, витамин С. Слабительные выводят очень много минералов, как я уже сказала. Слабительные диареи, это всё как бы вместе, они тот же самый, тот же самый фактор на организм. Дальше. Хлорированная и загрязнённая вода, а также загрязнённый воздух. Вода с хлорком, когда мы употребляем, да, она убивает очень много полезного того, что нашему организму нужно, так что проверяйте, сделайте тесты, поставьте машины, которые вам нужны, чтобы посмотреть, какую воду вы употребляете. Дальше. Лекарства и все снотворные таблетки. Это снотворные таблетки вообще очень опасные. Дальше. Прогорклая еда. Прогорклая еда, она действительно, особенно если это еда маслянистая, особенно если какое-то масло вы употребляете, которое прогорклое, и вам его жалко выбросить. И, да, это убивает абсолютно практически все витамины, я бы сказала. И ещё, если вы жарите на каком-то масле, это не прогорклое масло. А то у меня были умницы на канале, которые мне написали, что я какое-то, я не знаю, прогорклое масло уже там ем, когда я выставила свою картинку. Это не прогорклое масло. Если это масло, оно у вас свежее, вы только открыли, и оно не в таком вот, прямо в галлоне громадном, который стоит у вас на кухне по несколько, там, я не знаю, две-три недели, а маленькие бутылочки, маленькие, вообще масло нужно покупать в маленьких бутылочках. Открыли, несколько дней использовали, сразу закрыли и держите в тёмном месте. Дальше, дальше, дальше. Вымачивание любой еды. Это очень важно, потому что я смотрю, люди просто с ума сходят на вымачивание. Уже столько, сколько людей мне писало об этом, после моего видео об овсяной, где я сделала по поводу овсянки и овсяном молоке и так далее. Вымачивание любой еды, зёрен, бобовых, ваших каш, ведёт к выведению из неё витаминов группы С, всех витаминов группы В и витамина С. Так что я вообще не считаю, что это нужно делать, но вы уже смотрите там других блогеров, которые вас научат, как жить, и поверьте, ваша жизнь от этого легче не станет. Так, приготовление еды в большом количестве также влияет, потому что это выщелачивает из неё витамины. Опять-таки, группы В и С. Группа В и С – это что? Наша иммунная система, ну, не только эти витамины, а в основном. И эту воду, вы знаете, очень многие люди, они вот подходят, там видят соус какой-то там в кастрюле или там, я не знаю, супы какие-то, берут себе всё вот это густое, понимаете? И едят густое, и считают, что они правильно делают для себя, то есть не любят это или что. Но это, конечно, preference каждого человека, но я вам хочу сказать, именно вот в этой воде, когда мы что-то варим, конечно же, и содержатся все витамины и многие аминные кислоты и многие энзимы. Я не могу сказать минералы, потому что когда минералы также доводятся до определённой температуры, они не все остаются. Дальше, дальше, и вымачивание, прогорклая еда звучит как rancid food or rancid oils. Вымачивание любой еды это soaking of the grains в основном, приготовление еды в большом количестве, cooking food in a large amount of water. запивание зелёной и жёлтой еды с содой. Вот это также очень важный фактор. Если вы запиваете какие-то салаты, например, вы едите, и жёлтой еды, то же самое. Ну, жёлтая еда, вся еда. Туда и апельсины входят, туда и морковка входит, и болгарский перец жёлтый, и также зелёный болгарский перец, салаты все зелёные. Любой жёлтой и зелёной едой, если вы запиваете содой, любой содой, это может быть спрайт, это может быть diet coke, diet pepsi, dr pepper, whatever, с чем бы вы ни пили, любой содой, это может быть душес, это может быть тархун, любая сода, полностью выведет витамины группы B из вот этого цвета, который вы употребляете. Ну, и дальше у нас, конечно же, как мне сказать, синдром пролифилированного кишечника, и синдром раздражённого кишечника, и язвенный колит. Колит бывает просто колит, а бывает колит ещё язвенный. Это синдром пролифилированного кишечника, друзья мои, я уже вам где-то писала, не называйте, пожалуйста, это дрявый кишечник, это неправильно, это неграмотно, и мне такое не пишите, потому что синдром пролифилированного кишечника называется leaky gut syndrome, то есть синдром протекающего кишечника, на другие языки это переводится как синдром пролифилированного кишечника, то есть там идут такие вот мелкие трещинки, знаете, но это не дырки, это же неправильное объяснение вообще. Я знаю, что в России многие так говорят, в России много неправильных переводят, это пролифилированное, потому что с дрявым кишечником мы бы уже давно были вон там или вон там, понимаете, то есть это не то. Итак, если у вас есть синдром пролифилированного кишечника, его обязательно нужно лечить, так это оставлять нельзя, при этом синдроме ничего не усваивается, абсолютно вообще ничего не усваивается, вообще жизнь становится серым цвете, я вам скажу, это нужно убирать. Дальше, синдром раздраженного кишечника, это у нас Irritable bowel syndrome называется, или Irritable bowel disease, disease это заболевание, синдром это синдром, я никогда disease это не называю, потому что я считаю, что это можно вылечить, и язвенный колит, это Ulcerative colitis, также тоже заболевание в принципе уже считается атоиммунной системой, но я считаю, что это все можно вылечить, и без гормональной терапии, да, как бы, вот, и что у нас, работа, та работа, где мы выдыхаем химикаты, свинцы, свинец, ртуть, бензин, краски, помните, что если вы там красите что-то, берите обязательно органическую краску, она совсем, ну, во всяком случае у нас, она не намного дороже стоит, но там нету формальдегида, потому что формальдегид очень опасная вещь, вызывает рак легких, вызывает затруднения дыхательных путей, очень, очень много проблем вызывает, вот, так что, если вы работаете с красками, с бензином, с артутью, с очистительными жидкостями, это все убивает продукцию вашим организмом, всех минералов, то есть, это останавливает продуцирование вашим организмом минералы и витамины, и это, свинец, это звучит, значит, вдыхание химикатов, это у нас как, inhaling of the chemicals, like a lead, mercury, gasoline, like could be dying, or could be paint, где разных значений краски, потому что краска для волос, это dying звучит, а не paint, вот, очистительные жидкости всякие, вот, это все убивает, так что, чтобы вы знали, очень многие люди, они просто чистят, и чистят, и чистят все каждый день, и спреят, и спреят, и клорокс используют, я использую, друзья мои, это опасно, позаботьтесь о своих легких, понимаете, я знаю, что особенно в последнее время и воздух стали спреять, чтобы вот этот весь вирус ушел, и все, но подумайте несколько раз, прежде чем вы будете это делать, лучше, по-моему, вдохнуть свежий воздух, чем вот эту вот химию вдохнуть, а потом думать, что мы убили в этом воздухе абсолютно все, что нам не нужно, и убили ли мы вообще, или мы убили этим свои легкие, так что задумайтесь, ну вот, вроде бы после, я вам дала некоторые такие вот рекомендации, при которых наш организм, наш организм перестает, перестает усваивать вот это, так что если у вас этого всего нет, уже после этого вы должны смотреть за качеством ваших бадов, что вы покупаете, где вы покупаете, когда вы покупаете, где эти бады хранятся, очень важно, где бады хранятся, очень важно, вы не, когда употребляете что-то в капсулах, особенно жировые, вы не знаете, что это как растки, вот это все и прогорклые, прогорклые витамины и минералы, потому как, кому как ни мне знать, я это все в лаборатории проверяю и так далее, так что, друзья мои, большое вам спасибо за ваше, за ваше внимание, за то, что вы прослушали, за то, что вы сегодня еще улучшились, за то, что я сделала, то, что я могла сделать для вас, и подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, он не будет очень часто звучать и в вашем доме, и на ваших телефонах, потому что у меня не так много времени оповещать вас, и лечить вас вот так вот на расстоянии. Друзья мои, всем здоровья, счастья, и помните, что ваше здоровье только в ваших руках. С вами была Татьяна Ялк, я Алексей, доктор наук интегративной медицины США. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok